Доставленный спецсвязью, сегодня в избирательную комиссию по Ненецкому округу поступили специальные марки для защиты от поделки и заявлений избирателей на выборах президента Российской Федерации. Очередной визит в окружную столицу. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в рамках своего визита в Дринмарк посетил два социально значимых учреждения Ненецкого округа. Больничный не ударит по карману. Начиная с этого месяца работники бюджетных организаций и госслужащий смогут рассчитывать на стопроцентную оплату листов временной нетрудоспособности. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Сегодня спецсвязью в избирательном Ненецкого округа поступили специальные марки для защиты избирательных бюллетеней и спецзаявлений избирателей, желающих проголосовать на выборах президента России по месту своего нахождения. Все полученные марки будут наклеены на избирательные бюллетени членами избирательной комиссии не позднее 24 февраля. Если с первыми марками там понятно, они будут неотъемлемой частью избирательного бюллетени для повышения уровня его защиты. Наклеиваются на верхний правый угол эти марки и затем рядом с этими марками ставятся две подписи членов участковых избирательных комиссий. И частично эта марка будет гаситься печатью соответствующей участковой избирательной комиссии. Второй вид марок, общее количество 2400 штук, они предназначены для специальных заявлений избирателей, которые будут подавать избиратели для включения в списки избирателей по месту нахождения, то есть не по прописке. Эти заявления будут выдаваться только в участковых избирательных комиссиях по месту регистрации по предъявлению паспорта гражданина строго в указанные сроки, начиная с 13 марта и до 14 часов 17 марта текущего года. Вот эти специальные заявления с марками, марка состоит из двух частей. То есть будет наклеиваться марка целиком, но левая часть марки, она будет отрывная. Смысл будет состоять в том, что когда гражданин придет со специальным заявлением на избирательный участок, вот левая часть, отрывная от марки, она будет оторвана и наклеена в список избирателей напротив фамилии избирателя, когда он будет включен в список. Всего в избирательную комиссию по НАО поступило более 30 тысяч марок. Напомню, со вчерашнего дня по всей стране начался прием заявок на включение в списки для голосования по месту нахождения. Поправки в выборное законодательство отменили привычные многим гражданам открепительные удостоверения и ввели новый порядок включения избирателя в список для голосования по месту нахождения. Любой гражданин в любом уголке нашей страны и за границей может написать заявление и проголосовать там, где ему удобно. Для этого необходимо с паспортом подойти в один из пунктов приема, оператор которого поможет заполнить заявление, подобрать наиболее удобный по месторасположению избирательный участок в том населенном пункте или городе, где избиратель будет находиться в день голосования 18 марта 2018 года. Само заявление состоит из двух частей. Одна часть остается в пункте приема заявлений. Отрывной талон с подробным адресом и номером УИК передается обратившемуся. В день голосования избиратель передъявляет талон и паспорт членам комиссии выбранного УИК. Дополнительных документов от него не потребуется. Заявление о включении избирателя в список по месту нахождения можно подавать только один раз. В Наринмаре с рабочим визитом побывал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов посетил Наринмарский детский дом и Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Парламентарий оценил условия, в которых проживают воспитанники детского дома. Они максимально приближены к домашним, чтобы дети чувствовали себя уютно. Даже готовиться к урокам ребятам помогают воспитатели. Любишь читать? Да. Русский, математика? Русский. Русский. Русский, математика? Да. Ну что лучше получается, математика или русский? Русский. Русский. Сегодня в Центре содействия семейному устройству наш дом находится на воспитании 73 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. С января прошлого года к детскому дому присоединился дом малютки и дети-сироты в возрасте от 14 до 18 лет, которые обучаются в школе имени Пырерки. Единственная проблема, с которой сегодня сталкивается коллектив Центра содействия семейному устройству, это отдаленность зданий друг от друга. На сегодняшний момент, я думаю, что одна из важных проблем – это три разных здания, которые находятся от другой, но определенной удаленности. И в перспективе мы надеемся, что округ нам подарит новые пристройки детскому дому. Еще одно учреждение социального назначения, которое посетил депутат Госдумы в рамках визита в окружную столицу – Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Ярослав Нилов осмотрел жилые комнаты, в которых проживают представители высокого возраста. Их в учреждении сегодня насчитывается 84 человека – 32 женщины и 52 мужчины. У каждого из них своя судьба и свои причины нахождения в доме-интернате. Как вы здесь живете? Кормят хорошо? Тепло? А чем занимаетесь? Телевизор? Собираетесь вместе? Вы что-то вяжете? Вяжете, да? Ничего, блин, на это все, нет, все что-то. На экскурсии ходят, да? На экскурсии ходите? Да. У них есть в доме бассейн, в доме дворец, в скандинавском и дворе они занимаются. Коллектив дома-интерната старается разнообразить досуг своих постояльцев и сделать их пребывание в учреждении комфортным. Здесь пенсионеры проводят совместные вечера, занимаются рукоделием, ходят друг к другу в гости и культурно просвещаются. Илья Сахаров, Ирина Нижалова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 26 вопросов в повестке дня рассмотрели сегодня депутаты окружного парламента на первой в этом году сессии. Были приняты ряд важных социальных законопроектов, касаемых оплаты больничных работников бюджетных учреждений, дополнительных возможностей использования средств окружного материнского капитала и поддержки сельских аграриев. Обо всем по порядку расскажем в материале выпуска. Пожалуй, один из наиболее актуальных и социально значимых решений, принятых сегодня на сессии окружного собрания депутатов, возврат топроцентной оплаты больничных. Напомню, накануне с этой инициативой к парламентариям обратился временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский. Независимо от того, сколько работник будет находиться на больничном, независимо от того, он болеет в стационаре или лечится на дому, ему гарантируется сохранение его заработка в размере 100%. То есть это выплата пособия по больничному листу и плюс доплата с окружного бюджета. При этом этот закон уже будет действовать с 1 февраля текущего года, и он будет распространяться на работников всех бюджетных учреждений округа, а также на государства и муниципальных служащих и должностных лиц. Существенная поддержка будет оказана и сельским аграриям. Депутатский корпус также поддержал предложение Александра Цибульского о льготных тарифах на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей. Начиная с марта они будут платить за электричество в два раза меньше. Льготный тариф составит 15 рублей за киловатт в час с марта по июнь и 15 рублей 75 копеек с июля по декабрь без учета НДС. То, что мы сделали, вот такой шаг, я считаю, в правильном направлении, для того, чтобы у нас оживить непосредственную работу на местах тех людей, которые производят продукцию. А если взять тоже Лабожское, что такое ферма для них? Это около 40 человек, которые работают на ферме постоянно, там 38 человек. В ходе весенней заготовки сена еще несколько десятков. То есть для них это очень и очень важно. Это трудоустройство, это работа на селе, значит есть ферма, значит живет в селе. Мы это все хорошо с вами знаем. Ранее на заседании комитета при обсуждении этого вопроса депутатами было принято решение обратиться к федеральному центру с просьбой об оказании финансовой поддержки. По словам Александра Лутовинова, некоторые регионы России входят в единую энергосистему страны и получают дотации с федерального бюджета. Такая возможность позволила бы снизить существенную нагрузку на региональный бюджет. Также на сессии парламентарии единогласно поддержали законопроекты о дополнительных возможностях использования средств окружного материнского капитала. Многих представителей многодетных семей интересовал вопрос о возможности его использования за пределами округа для улучшения жилищных условий. Первый раз мы с этим вопросом вышли еще в сентябре прошлого года. С небольшими поправками сегодня этот закон был принят. Поправки касались в частности того, чтобы несколько ограничить произвольное использование маткапитала, дав такое разрешение только тем, которые не состоят на учете здесь в округе на улучшение жилищных условий. В этом случае семья может использовать региональный и федеральный материнский капитал, а это примерно 800 тысяч рублей за пределами округа. Кроме этого, даже для тех граждан, которые здесь в силу отсутствия жилья находятся на учете, на получении жилья в Государственном жилищном фонде, в Муниципальном жилищном фонде, мы сделали исключение. Если в такой семье многодетной кто-то из членов семьи является инвалидом, он под это ограничение не попадает. Мы ему разрешаем на всей территории Российской Федерации материнский капитал использовать. Кроме этого, если у кого-то из членов семьи есть какие-то рекомендации по медицинским показаниям выехать за пределы округа, в таком случае тоже они под это ограничение не попадают. Напомню, окружно-материнский капитал предоставляется при рождении третьего и последующего детей. Его размер составляет 366 356 рублей. Ранее семьи, проживающие в регионе, могли направить средства мат-капитала на приобретение жилья только на территории Ненецкого округа. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Первый заместитель губернатора Ненецкого округа Юрий Мурадов назначен членом окружно-избирательной комиссии с правом решающего голоса. Решение о назначении связано с засрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии НАО Михаила Васильева. 23 января в собрание депутатов округа поступило его заявление о сложении своих полномочий. Необходимо отметить, что Михаил Васильев был назначен членом избирательной комиссии Ненецкого округа по предложению Всероссийской политической партии «Родина». Жители округа могут оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления. Интернет-опрос будет проводиться в течение 2018 года во исполнении указов президента России. Оценке подлежит деятельность руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в окружной или муниципальной собственности. Цель опроса – получение информации об удовлетворенности населения муниципальных образований округа организации транспортного обслуживания, качеством содержания дорог и предоставления жилищно-коммунальных услуг организации тепловоды-электро- и газоснабжения. Электронная анкета с детализацией по муниципальным образованиям размещена на портале органов государственной власти Ненецкого округа. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации данные опросы проводятся ежегодно. Итоги размещаются на официальном сайте региона, а также направляются в Министерство экономического развития Российской Федерации. Подготовка квалифицированных кадров с последующим трудоустройством. Доставлены спецсвязью. Сегодня в избирательную комиссию по Ненецкому округу поступили специальные марки для защиты от подделки и заявлений избирателей на выборах президента Российской Федерации. Очередной визит в окружную столицу. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в рамках своего визита в Нренмарх посетил два социально значимых учреждения Ненецкого округа. Больничный не ударит по карману. Начиная с этого месяца работники бюджетных организаций и госслужащий смогут рассчитывать на стопроцентную оплату листов временной нетрудоспособности. Работодатели Ненецкого округа могут сформировать запрос на целевые места вузы по востребованным для них специальностям. Вузы страны начинают анализировать запросы на организацию целевого обучения в 2018 году. Свою заинтересованность в целевиках из НАУ уже обозначили в университете САФУ имени Ломоносова, Российском государственном социальном университете, Российском государственном геолого-разведочном университете имени Сергу Ардженикидзе. В частности, в САФУ заявки от потенциальных работодателей на подготовку специалистов принимаются до 10 февраля. Традиционно наибольшее число целевиков из Ненецкого округа готовят по образовательному и медицинскому профилям. В этом году к такой работе предложено подключиться и другим органам власти, которые отмечают нехватку специалистов по своим направлениям деятельности. Напомним, целевую подготовку специалистов за счет федерального бюджета вузы проводят только для тех предприятий, которые находятся в собственности государства. В качестве работодателя договор на такую подготовку специалистов могут заключать и профильные департаменты, органы местного самоуправления с последующим трудоустройством в подведомственных предприятиях, организациях или учреждениях. Существенное условие договора о целевом обучении – поддержка студента. Будущий работодатель обязан организовать учебную, производственную и преддипломную практики, а также трудоустроить выпускника по профессии. В прошлом году по очной форме обучения на целевые места в вузы страны зачислено 19 выпускников школ Ненецкого округа. Практически все квоты, выделенные НАУ, были предусмотрены для подготовки будущих врачей и педагогов. В Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа определили победители конкурса по предоставлению в пользование рыбопромысловых участков. Ими стали 10 предпринимателей и общества с ограниченной ответственностью. Все они зарегистрированы в округе. Всего на конкурс были выставлены 26 рыбопромысловых участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и на море. Их общая площадь составляет 23,5 тысячи гектар. В результаты конкурсных процедур победители были определены по 13 участкам. В их числе гусиный, комаринная лахта, песчаный нос и орешный нос на озере Голодная Губа. А также Нижнеклимовский, Каменская коса, Соколка, Неволин, Средний-1, Средний-2 на реке Печора и Малая Кия, Большая Кия и Вижес-2 на одноименных реках. Как пояснили в профильном департаменте, еще на 11 территорий не было подано ни одной заявки. Помимо этого, 11 заявителям отказали в допуске конкурсу по причинам, регламентирующим конкурсную процедуру. Победителям конкурса будет предложено заключить договор пользования рыбопромысловыми участками. Все участки были сформированы с учетом предложений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. После этого они прошли процедуру согласования с Росрыболовством. В центре декоративно-прикладного творчества открылась выставка «Обретая мастерство». В экспозицию вошли работы мастеров клуба «Белая кость», этнокультурного центра и снимки молодого фотографа Антона Тайбарей. На стендах представлены изделия мастеров с опытом работы от полугода до нескольких лет. Искусно вырезанные миниатюры надолго удерживают внимание посетителей, которым хочется рассмотреть каждую деталь. Женская половина по достоинству оценит разнообразные украшения из этого благородного материала. Броши, подвески и серьги. Каждый участник клуба «Белая кость» работает в своем стиле, поэтому авторство изделий и внимательный зритель быстро начинает определять самостоятельно, не подсматривая в этикетаж. Гармонично дополнили экспозицию снимки молодого окружного фотографа Антона Тайбарей. В своих кадрах он показал жизни, особую красоту северных оленей. Выставка будет работать для посетителей до 28 февраля. И это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.